МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плата за звонок 1 евро 42 цента. Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зеленая лампа». Программа, как вы знаете, о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев. Гостья в студии у нас Анна Фаныгина, дизайнер, создатель собственной линии украшений бренда «Верба». То есть человек, который украшает нашу жизнь. И мы вот про это будем говорить сегодня. Помогает наша программа сегодня. Маленькому мальчику ему 2 годика, еще даже не исполнилось. В конце ноября исполнится 2 годика. Его зовут Эрнест Шликайтис. Это ребенок, у которого с детства такой диагноз, который в Латвии он единственный с таким диагнозом, и даже, как выяснилось в мире, он единственный с таким диагнозом. Это генная мутация, которая произошла по непонятной причине, называется синдром Фокс, Пи-1. И растет этот малыш в семье, в которой четверо детей. Мы познакомились с его мамой, провели с ней много времени, поговорили о жизни, она рассказала все это. Это, конечно, удивительная история. Старшей дочке 12 лет, сыну 6 лет одному, самому маленькому 7 месяцев. И вот малышу Эрнесту, которому нужна наша помощь, в ноябре будет 2 года. Наш телефон 9300-6384, евро 42 цента за звоночек, сегодня и всю неделю работает в помощь Эрнесту. Мы подробнее чуть позже еще расскажем о нем. Напоминаем, что наши гости Анна Фаныгина, дизайнер и человек, отвечающий сегодня у нас в программе «За красоту». Отвечающий на вопросы. На вопросы. Да. Она, чтобы вы представляли, кто у нас сегодня в гостях, мы очень гордимся. Неоднократный обладатель призов латвийских конкурсов дизайна. Ее изделия были представлены на международных выставках в самых разных странах. Среди них Франция, Германия, Италия, Россия, Финляндия, можно долго перечислять, Греция. Анна – призер конкурса ювелирного искусства Фаберже в Финляндии, конкурса ювелирный Олимп в России. И еще много-много-много у нее разных специальных наград. И ее работы выставлялись в центре Марка Ротко в Даугавпилсе, а также в музее декоративного искусства в нашем известном, в Риге. То есть вот такой человек у нас сегодня в гостях. Анна, а среди Ваших наград есть такая экзотическая, может быть, от Национального археологического музея Адрии в регионе Венето за вклад в продолжение античных традиций. Вот расскажите, что это такое? Это одна из самых дорогих моему сердцу наград и каких-то таких знаков внимания, потому что, наверное, это такой момент, когда вот в жизни были две какие-то дороги, которые вроде бы независимо друг от друга существовали, а вот в этой точке они и сошлись. Это моя страсть к, собственно, дизайну и украшениям, и страсть к археологии. И это было большое счастье вообще встретиться. Сумели объединить эти две страсти. Это объединилось, да, и участвовала теперь уже неоднократно в выставках в этом же археологическом музее города Адрии в Италии, подружилась с директором этого музея, и вот такое было очень счастливое стечение обстоятельств, встреча, наверное, которая обязательно должна была произойти, и она произошла. И у меня такое ощущение даже было, что вот этот приз тогда вручался впервые. У меня было ощущение, что его просто придумали для того, чтобы я его получила. Но сейчас он продолжает, конечно, свое... А с чего началось увлечение археологии? Археологии – это, наверное, это где-то очень-очень глубоко внутри, но сначала спудно подсознать, потому что я не мечтала, даже не мечтала быть причастна к археологии. Моя сестра, надо признаться, мечтала, но я так на нее смотрела. Ну да, сестра может о таком мечтать, а мне казалось, что это что-то достижимое. Но пути неисповедимы, и вот эта вот любовь к древним культурам, она меня в прямом и в переносном смысле все-таки притягивала. И в какой-то момент, когда я в очередной раз проходила мимо археологических раскопок, я решилась заговорить. Это было на попережье Азовского моря, разоговорить с археологами. И так завязались эти первые контакты, через которые уже ниточка потянулась, потянулась. В итоге я счастливый волонтер двух археологических экспедиций. Красиво как! Счастливый волонтер – это очень красиво, нам нравится. Давайте вот про актуальные моменты сейчас. Значит, вы недавно совершенно вернулись из Венеции, да? Да, буквально в октябре. Да, мы должны были встретиться раньше, но из-за того, что вот была эта поездка, вы ждали. В изоляции. В изоляции, конечно. Сейчас поездка, изоляция, немножко работа. Счастливый волонтер, изолировался. Вот этот момент уже наступил, то есть мы можем встретиться. И вы ездили не просто так, а для участия в венецианской известной выставке дизайна, в ювелирной неделе этой выставки. Это называется «Венес Дизайн Уик», венецианская неделя дизайна. Она не только об украшениях, это дизайн в широком смысле, но там есть четкая и такая направленность поддержки и привлечения интереса к современному дизайну украшений. Каждый год проходит конкурс, тема которого объявляется в начале года. И вот благодаря этому конкурсу ты можешь попасть в финал. И для финалистов каждый год организуется собственная выставка во время недели дизайна. Но это лишь одна из каких-то таких тем недели. Там на самом деле очень широкий спектр. А какая тема была в этом году? Трансгрессия. Ого. А что это значит, объяснить? Трансгрессия, если так просто, то это преодоление невидимых границ. Не то что преодоление границ, чаще всего это преодоление уже каким-то таким даже, не то что метафизическим способом, но как-то так неординарным путём, уже выходя на какой-то такой более метафизический уровень. Мы так будем надеяться, что это ментально каким-то образом повлияет, и наконец мы преодолеем границы. Мы преодолеем все преграды, все границы обязательно. Как это происходило? Как воспринимали в связи с современными условиями? Конечно, всё было чуть иначе, потому что я участвую, когда я открыла для себя вообще в неделю дизайна Венеции, это был 2017 год, и с тех пор я каждый год стараюсь в той или иной степени участвовать. И есть чем сравнить. Конечно, в этом году всё было чуть, ну не то что чуть, а гораздо более сдержанно, гораздо всё менее в оффлайне, больше в онлайне, гостей было не так много, как обычно. И в основном это, конечно, было нацелено на общение онлайн. То есть это были онлайн-конференции, посвященные дизайну, даже открытие выставок проходило. Тоже онлайн? Ну отчасти, и так, и так, да, потому что многие дизайнеры не смогли приехать, и они вот участвовали заочно, но это было всё... Трансгрессию проводили. Трансгрессию, да, была во всех смыслах. Какие-то специальные работы вы делали по этой теме, да? Для конкурса «Трансгрессия» я сделала работу отчасти специальную, отчасти она у меня уже как бы и был, какие-то наработки были, потому что я решила использовать одну работу, которая у меня уже была сделана 10 лет, на самом деле, назад, с отчасти венецианской темой. Ну и какая-то вот это вот я так ощутила, что к теме преодоления границ она очень подходит как точка отправная. Трансформировала её, и получилась у меня трансгрессия. Аня, вот такой вопрос. У вас день рождения 20.02.2020? 2.0. То есть, получается, 2.0.02.2020? Я этот день рождения очень как-то с трепетом отмечала в этом году. Это тоже в Венеции. В Венеции, да. И даже, помню, сделала такую заставку на Фейсбуке 2.0.2.0.2.0. Но тогда уже вы даже ещё не подозревали, что ничто не предвещало. Да, я эти цифры так поставила с наилучшими мыслями о них. Мне казалось, так красиво и здорово. Но буквально на следующий день был в регионе Венето обнаружен первый заболевший. И вот оно дальше уже как снежный ком. То есть, вы уезжали из Венеции? Там тоже была выставка, да? Я уже уезжала из опустевшей, покинутой всеми Венеции. Ой-ой-ой. А там была выставка какая? Там была выставка «Венецианская библиотека». Она называлась. Это выставка, для которой были сделаны украшения с цитатами о Венеции. Собственно, такая вот коллекция, которую я специально делаю, лелею именно для Венеции. А какие цитаты? Цитаты «По тенью львиного крыла». То есть, там из разных источников, разные писатели на всех языках. Только красота одна осталась. Например, Бунин, да? То есть, это стихотворение, посвященное Венеции. Конечно, там из Томаса Манна на немецком не произнесу. И Байрон, и Борхес, и итальянские, конечно, тоже писатели. Из русских еще Ахматова, ну, конечно, Бродский, куда же без Бродского. Там очень у меня большая компания. Ну, вот на этой выставке было 20 писателей. Я решил, что уже 20-й год, 20-е. 20-ка. 20-е. Все 20-е. Должно быть 20 писателей, было 20 книг и, соответственно, вот таких 20 цитатников. А если сравнивать вот Венецию в феврале до пандемии и Венецию сейчас, когда она уже была пустая, какие ощущения? Обычно же Венеция, она же такая переполненная людьми. Она переполненная, да. Невозможно, да, как-то насладиться один на один с этим городом. А сейчас был такой шанс почувствовать совершенно по-другому ее, да? Ну, у меня отношения с этим городом длятся, опять-таки, уже, ну, скажем так, почти 20 лет. В следующем году будет 20. Поэтому я видела ее очень разное во все времена года. И одиночеством там насладиться умею всегда, даже в самые туристические сезоны и годы. Но, конечно, вот такая Венеция, как я увидела ее, например, в августе и в этой оси, я еще, ну, в августе я тоже была, я, наверное, ее не видела, ну, никогда. Если зимой, в феврале, когда это все началось, это было такое, ну, стремительное опустение, но прежде всего мне было удивительно опустение каналов. Именно водных артерий. Потому что привыкну, сколько бы ни было там туристов, все равно транспорт ходит, лодочки снуют, катера. Когда я, помню, вышла на улицу, на набережную, вижу, что, ну, ладно, Венеция пустая, тихо, но то, что все каналы пустые, Гранд-канал пустой, канал Джудека пустой. Вот это какая-то уже такая настоящая пустота. Ну, такие фейки в интернете даже появились, что дельфины там приплыли, киты. Ну, эти дельфины, они были, на самом деле, они были рядом. Они были? Рядом были? Это фейк, это Джизоло. Это, ну, чуть подальше от Венеции, но, в принципе, это тот же регион. Они не были в городе, но это совсем недалеко, так что дельфины были. То есть вода очистилась? Ну, очистилась, главное, спокойно, как бы меньше этого трафика, да. А то, что и вот летом, и этой осенью для меня поразило на Венеции то, чего я не видела никогда, это, на самом деле, у меня такая тема голубей на площади Самарка, которых я стараюсь, несмотря на запреты, кормить, вот эти там все 20 лет, считаю, что это нужно делать, и они там нужны и важны. И с 2008 года действовал запрет на кормление голубей, но он не смог победить эту традицию, то есть все равно они были, присутствовали и как-то итальянцы допускали, но вот этот, ну, на самом деле, пандемия, она смогла эту ситуацию как-то странным образом перевернуть, и я поняла, что да, на Сан-Марко почти больше нет голубей, а теперь там чайки. То есть какой-то, и это, конечно, вот самый для меня такой странный казус, потому что чайки вытеснили, как-то там, какой-то казус какой-то произошел, просто природный, да, из-за того, что не было людей. А как вот вы относитесь к этим популярным теориям, ну, вот как вы считаете, для чего нам это все было дано в широком смысле слова, что люди должны понять? Ну, какая-то это перезагрузка, конечно, но мне в таком широком смысле трудно, тут, знаете, столько домыслов на этот счет, но я думаю, что бы там ни было, мы должны действовать по принципу стойков, которые мы пишем на кольцах, заведомо, спокоен перед неведомым. Человечество столько всяких переживало каких-то катастроф и смен курса, поэтому надо... А мы с вами, дорогие радиослушатели, что бы ни произошло, все равно просим вашего участия, вашего внимания, вашей отзывчивости, вашей помощи. И на этой неделе эта помощь нужна маме четверых детей, маму зовут Рамина. Назвали ее так, потому что ее бабушка училась в Московской консерватории, была очень музыкальная, и это был как раз период популярности дуэта Альбана и Рамина Павла. И вот бабушка решила, что внучку надо назвать Рамина, но при регистрации букву в имени поменяли, и она получилась Рамина, хотя она в честь Рамины Пауэр названа. Чудесная женщина, мама четверых детей. Молодая совсем. Мы всегда говорим, что лично нас зацепило вот в этой истории. Вот меня лично зацепило, что мы встретились с ней, когда она из Вецумников приехала, привезла мальчику к врачам в Ригу, и вот в медицинском центре мы с ней встречались. А 7-месячный малыш, который появился уже после этого двухлетнего Эрнеста, которому нужна помощь, у которого вот эта генетическая мутация, сбой, он был где-то неподалеку у подруги. То есть подруга из-за неподалеку. Она все время ездит и возит с собой обоих детей. У нее двойная коляска, где этот 7-месячный и этот 2-летний, и еще 6-летний дома, и самая большая, надежная такая помощница, на которую она может положиться, это старшая девочка, которая 12. Ну и папа, конечно. И второй момент, который меня лично поразил. Мы не написали это в истории, а историю вы можете прочитать на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Вот она рассказывала, нам рассказывала, где-то со слезами, где-то там с улыбкой. Малыш здесь же бегал со своими игрушками, совершенно такое пухлощекое, обаятельное чудо. И она говорит, у меня уже был нервный срыв, и я подумала, вот я найду адрес какого-то миллионера. Я просто встану у дверей или у ворот, дождусь его и просто объясню, расскажу ему эту мою историю, что мне очень нужны деньги на то, чтобы лечить моего ребенка. Представляете? И ей посоветовали не отчаиваться, а подойти к этому, ну как комплексно-системно, оформить документы и подать документы в благотворительный фонд, открыть счет и просто постараться собрать эти деньги. То есть это даже не столько для этого малыша, вот сколько для этой мамы четверых детей. И напоминаем, что телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек, работает в помощь двухлетнему Эрнесту и его маме, и еще у них трое детей. Но если говорить об этой семье, об этой маме, тут надо обязательно сказать, что она, конечно, молодец, великая, она сделала очень много. То есть в чем заключается этот диагноз? Это генная мутация, ну ни о чем нам с вами не говорит, да? Ну то есть ребенок, проблемы начались сразу после роддома, там все нормально у них было, он родился прям богатырем, почти 5 килограммов, их выписали домой, но дома он стал, он все время часами кричал, не мог спать и очень тяжело дышал. Никто ничего не мог сказать, почему это происходит. Еще такая трогательная деталь, которую мы тоже не написали, что трое остальных детей спят, да? И когда этот маленький кричал, она просто ночью выходила с коляской на улицу и часами просто ездила вокруг дома, чтобы дать выспаться детям. Ну вот и в три месяца они попали в больницу с каким-то там вирусом, с простудой, и тогда выяснилось, что несколько проблем, сердечная проблема, открытая аорта у мальчика и цистит. Может, это подробно не надо? Почечно, нет, я расскажу, что и вот до 8 месяцев ему не могли поставить диагноз, их просто какой-то, она говорит, карусель какая-то. Они ходили от врача к врачу, и ничего никто не мог установить. И только 8 месяцев отправили, сделали генный анализ. И выяснилось, что у него вот эта редчайшая мутация, вот такого именно вида синдрома этого ФОКС нет в мире. И у родителей все нормально. То есть родители тоже ждали анализу, ждали 9 месяцев, и буквально вот перед нашей встречей они получили результат. И она говорит, как просто вот груз упал с плечей, что у родителей все в порядке. Но она взялась, это вот маленькая хрупкая такая молодая совсем женщина, она взялась за это вот с огромным упорством, потому что это видно, как она любит своих детей. Папа, конечно, там работает день и ночь, чтобы оплачивать это все и чтобы семью содержать, а она занимается лечением. И вот она за это время, за неполных 2 года реабилитации, которую просто одно за другим, каждый день она что-то старалась ребенку своему дать. И этот мальчик, которому врачи не обещали, что он вообще встанет и будет ходить своими ножками, он бегает, он очень шустрый, веселый. Он бегает, он играет, он говорит какие-то там отдельные звуки произносит. Слоги, да. Слоги, да. Слоги, да. Ба, бу, вот он уже начал говорить, это чудо. И еще много таких подвижек у него произошло, что вообще случилось, ну, неожиданно для врачей даже, да. То есть она вот, она сказала, я не буду, я останавливаться не могу, не имею права. И мне в голове крутится постоянно фраза, надо починить ребенка, надо починить ребенка. И вот у нее все вот этой цели подвижены. Единственное, что ее, конечно, очень сильно она переживает из-за того, что остальные дети, они, наверное, все-таки немножко ее не хватает, потому что большую часть времени на больного мальчика. Но они как-то все понимают, очень дружная такая семья. И поэтому вот мы очень просим помощи, там довольно большая сумма нужна. То есть есть все вот эти реабилитации, аудиологопед, физиотерапия, эрготерапия. Все подробно расписано в статье в нашей на сайте Mix News LV. И телефон 930-6384 всю неделю работает в помощь вот этой маме и ее деткам. И счет помощи тоже там же опубликован, счет открыт в фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем. Еще мама поет ему песенки, которые ей пела вот эта консерваторская бабушка. И самое любимое у него, на которое он вот прекрасно реагирует, это «прекрасное далекое, не будь ко мне жестоко». Представляете, вот этот малыш? Пусть не будет жестоко. Да, красное далекое. Да, красное качели. А раз мы говорим о таких смысловых, каких-то жизненных вещах, Аня, а расскажите о надписях на ваших кольцах. Как вы выбираете вот эти крылатые фразы, стихи на латыни? То есть какой месседж они должны нести? Вы выбираете или кто-то? Ну, изначально, конечно, я это придумала, но сейчас уже и мои помощники помогают, уже все имеют право голоса, потому что это уже коллективный труд. Не только я одна этим занимаюсь. На самом деле, очень простой тест. Это даже с самого начала хотелось бы не только крылатые фразы, там у нас крылатых-то и не так уж и много, а просто какие-то хорошие человеческие фразы, которые могут чем-то человеку помочь или настроить себя на какую-то мысль, или помочь выразить свои чувства, если это подарок кому-то. Очень большое количество, у нас уже просто в компьютерах целые такие словари. Коллекция какая-то, библиотека. Библиотека. Кстати, на самом деле, вот к слову библиотеки, бренду же в этом году исполняется 15 лет. И, в общем-то, он зародился в национальной нашей библиотеке, куда я стала ходить и читать латинский словарь, вот просто от и до. Ну, до еще так и не наступило, от. И поэтому хочется сделать вот такую вещь, на самом деле, в декабре представить еще капсульную коллекцию, которая так и будет называться библиотека, потому что все из библиотеки. Ну, вот у вас есть такие фразы там на итальянском, на греческом, да? Итальянские – это вот такие особенные коллекции, как, например, венецианская библиотека. А основные наши украшения, основная коллекция, которая такая, в общем-то, уже много лет, это вербная, верба – это, значит, слова на латыни, это украшения с надписями на латыни. Но в какой-то момент мне в латыни стало отчасти тесно, отчасти просто, как любому археологу, хочется все копать глубже-глубже. А за латынью следующий слой – это греческий. И поэтому в свое время родилась и греческая коллекция в 16-м году, которая очень долго шла, долгих 7 лет, вот через археологические экспедиции набиралась какого-то опыта, представления, отваги сделать греческую коллекцию. Но она продолжает жить. А расскажите про вашей экспедиции, что там родилось, вот греческие и итальянские, да? Да, я как бы ее назвала греческая и римская, вот два таких, у меня сейчас уже два кольца. Одно греческое из греческой коллекции с надписями на древнегреческом, и одно римское, какие-то такие вот два моих столпа, две основы. Первая экспедиция какая была, вот итальянская? Первая началась все-таки с греческой, потому что мне какой-то, наверное, отваги туда попасть дала именно необходимость сделать греческую коллекцию. Я поняла, что да, я могу читать книги, сидеть дома, я могу даже брать у руки древнегреческого, но все равно ощущение, что я к этой культуре причастна и имею право что-то свое сказать, даже процитировать, все равно не складывалось. И только вот поняла, что мне нужно, это непосредственный контакт, и да, это древнегреческий город Немфей. И вот там я получила тот опыт непосредственного контакта, вот непосредственно тактильного контакта с древнегреческими вещами. А что вы там делаете? Ни с чем не сравнить это счастье. Счастливый волонтёр, чем заниматься? Счастливый волонтёр зарисовывает фрагменты керамики найденной, а фрагментов керамики там очень много находят. Это был богатый, очень культурно развитый город, и керамика эта очень красивая, очень изящная. Конечно, там в зависимости от веков её тоже характер меняется, уже начинаешь различать, какой это век, четвёртый до нашей эры или второй до нашей эры. Сумас, знаете, пыль тряпочкой снимаете? Там, знаете, всё вмоется в тазах, так, чтобы пыль. Четвёртый век до нашей эры. Какие ощущения, когда вы держите это в руках? Ощущение радости, ощущение радости, что ты прикасаешься к чему-то очень сокровенному, твоему, потому что все эти обе культуры, это же настолько уже в наших каких-то, наверное, генотипах европейские, и греческие, да и римские тоже, что, в общем-то, это всё воспринимается как родное, и счастье того, что нет вот этих стёкол музейных, что ты просто живёшь какое-то время, там, пару недель, вот в двух тысячах лет назад. Ой-ой-ой, то есть начало некоторых коллекций вот прямо оттуда идёт, да? Ну, да, вот эту греческую, скажем, я брала уже вот эти ощущения непосредственно оттуда. С латинской, с римской, может быть, было иначе, там обратный ход движения. То есть коллекция-то уже много лет была, были эти украшения с римскими, ну, в общем, с латинскими надписями. Но я тоже не помышляла ни о какой римской экспедиции, и там уже, будучи, в общем-то, с украшениями римскими, я приехала и поняла, что, о, вот они где дома оказались, и уже это такое вот встречное движение. Потому что оно где-то всё встречается уже внутри нас, в жизни оно потом встречается. А, скажем, на будущее вот какие-то цивилизации древние вас манят? Ой, вы взрите прямо в корень, Ольга. Что бы вам хотелось? Может, это русский, там, какие-то милистские? Русский слишком близко к Римлянам уже как-то... Но меня очень манят египтяне. Вот египтяне меня очень манят. Я понимаю, что, да, следующий слой, он египетский. И помню тоже своё ощущение, когда я заканчивала школу дизайна искусства, когда я на первом курсе, я пришла на лекцию по истории искусства, и начался Египет, и наша преподавательница прекрасная Бай Байглета стала рассказывать о древнеегипетском искусстве, и вот эти вот внутренние какие-то все эти... Затрепетали все внутренние струны, так что... То есть надо себя слушать. Обязательно, только этим и занимаемся. Очень здорово. А вот у вас есть на кольцах фразы такие «всё движется любовью». А любви очень много, да? «Всё движется любовью», кстати, это уже перевод обратно с русского на древнегреческий, потому что я поняла, что эта фраза мне очень нужна. И, конечно, вообще название греческой коллекции, список кораблей, я его не столько из Лиады, сколько из Мандельштама взяла. И море, и гомер, всё движется любовью. Да, всё движется любовью. Бесспорно, чем дальше живешь, тем больше в этом убеждаешься. И как-то вот это, в одном из интервью сказали, что вот какой-то внутренний диалог с окружающей средой вы ведёте своими работами, да? Что вы хотите донести, самое основное? Ну, диалог, он такой, да, в чём-то монолог, в чём-то он диалог, потому что иногда ты какие-то обратные импульсы получаешь. Ну, я думаю, что да, на самом деле, вот любовь, доброта – это то, что лежит в основе. И это хочется дать и современникам, и донести до будущих каких-то поколений, потому что я, как археолог, уверена, что кольца-то проживут. Ого! А вот на одном из колец у вас есть такая фраза «Не уставай, делай добро». И вот здесь мы обязательно должны сказать, что сегодня совпало, что наша программа вышла в день, сегодня День памяти Михаила Николаевича Задорного. У нас наша гостья Анна сидит под зелёной лампой, которую нам подарила жена Михаила Николаевича. Это его? Да. Это его лампа? Он под ней работал. Она стояла у него в кабинете, и так как мы с ним дружили, он очень помогал нашей программе, помогал деткам, которым… Кому он только не помогал, на самом деле. Да, нужна была помощь, и благотворительные мероприятия различные проводил, вот, и поэтому мы хотим сегодня как… Три года сегодня как его нет с нами, но вот мы хотим сказать, что мы помним. Дух наверняка сейчас здесь. Мы с Михаилом Задорным учились в одной школе, я очень этим… Вот это, конечно, что… Это мы факту рады, да. Десятая школа здесь не так, она далеко, и я помню, что как я в третьем классе встретила его на лестнице, совершенно была поражена, как это вот Задорнов идёт по нашей лестнице, попросила автограф на бумажке, и он мне написал, спросил, как зовут Аня. Аня от Задорна, написала на бумажке, так я и с этим автографом. Да, мы вот помним, как раз про школу, если заговорили, учителя его школы, которые его учили, совсем-совсем пожилые уже, да, вспоминали, как он им помогал в 90-е годы. То есть, когда распад был всего, и не платили зарплату, и люди остались там без работы, без денег, он просто тихо, молча, никому ничего не говоря, там, нескольким учителям платил сам эти деньги, зарплату, и просто помог реально им выжить. Вот мы сами слышали, это вот от них, от двух учителей его. Поэтому светлая память Михаилу Николаевичу. И мы должны напомнить итоги прошлой недели. На прошлой неделе мы с вами помогали 4-летнему малышу Артуру Вишаренко из Даугавпилса на комплексный курс лечения в Риге. Он уже поступает сейчас в этот медицинский центр, и собрано 4577 евро, и сделано 1870 звонков на наш благотворительный телефон. И огромное спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто был неравнодушен и не прошел мимо. Аня, у вас есть кольца с мишками, с белыми игрушечными мишками. Как они? Вот нам очень интересно, как это появилось, что это, как это, почему мишки? Вот я тоже смеюсь со своей стороны, что каких бы я коллекций не сделала, а все равно к мишкам вернемся. Да, все равно спрашивают про мишки и, собственно, марку ассоциируют с мишками. Правда? Да. Мишки, они уже, сколько мы тут лет отмечали, ну, уже десятилетие отмечали этой коллекции, она с седьмого года, да. Любят люди мишек? Они как-то оказались близки, потому что, в общем-то, это была выставка в 2007 году в галерее Истуба, она задумалась как выставка, вот сделать один раз выставку, коллекцию и, собственно, и все. Но они нашли такой отклик в душах у людей, что я поняла, что, ну, как бы, ну, нет, они важны, они нужны, и продолжаем делать до сих пор. А почему, вот как вы думаете? Знаете, там как-то тоже вот такие вот факторы, цепляющиеся друг за дружкой. Первый самый мишка, он был сделан для выставки «Дела сердечные». Такая была выставка в 2005-м, которую я организовывала коллективно с художниками украшения из Петербурга, в галерее Максла, такая на Бривис у нас была. И поскольку, так или иначе, вот мы, как бы, труженики украшенческого фронта сталкиваемся… О, как красиво! Записываю второй фронт. Да, да. Сталкиваемся постоянно, в общем-то, вот с этой темой сердечных каких-то дел, взаимоотношений. Очень часто же это взаимоотношения такие очень, ну, трепетные между людьми, когда, ну, я уже не говорю об обручальном, но это взаимные подарки, как-то вот вхожи вот в эти какие-то потаённые уголки души, что поняли, что да, вот если мы хотим сделать совместную выставку, тема какая должна быть для всех общая. И вот тогда родилось это название «Сердечные дела», и каждый что-то вот делал про сердце. Я сделала инсталляцию в виде сердца с дверками, где можно было открывать, называлось «В сердце моём». Там совсем, как бы, немного было этих дверок приоткрыто, но, тем не менее, в одну я поселила подвеску с фотографией Мишки, который у меня тогда просто как-то случайно, ну, не то, что я его не случайно сама купила, он у меня даже не с детства, не какой-то такой мифический. Купила, сфографировала, и он мне очень нравился, и маме моей очень нравилось. И вот была с ним подвеска. Как-то и сразу все стали вот именно на неё так посматривать. И я подумала, да, что-то этот Мишка так как-то со всеми. Там у меня ещё много всего красивого. Вот Мишка. А потом уже появились ещё два Мишки в моей коллекции с блаженного рынка, на самом деле. Вот найдены в разных концах рынка в один день. Тоже, думаю, какое-то такое стечение обстоятельств. Очень симпатичные, графичные. Очень их люблю. И как-то вот, мне кажется, вот они стали просто со мной что ли коммуницировать, что вот хотим. Ну и, конечно, фраза, потому что вначале всегда у меня слово. Завет уже в первоначальные какие-то вот годы, когда я вообще стала латинские фразы читать-искать, попалась фраза «Суровые медведи живут в мире между собой». Это латинская поговорка, где медведи ставятся в пример людям. Да, и она мне понравилась, но сразу на кольцо такое не напишешь. И вот она их как-то ждала. Когда вот у меня стали собираться медведи, фраза, потом один раз случайно лег у меня горный хрусталь на фотографию Мишки и вот еще того, который был в подвеске. Он был плоский, он еще не был такой объемный. Я поняла, что вот ах, он вдруг стал живой, он вдруг тоже смотрит такими глазками. И как-то вот одно за одно вдруг я поняла, что да, вот они суровые медведи, которые начинают жить между собой. К тому же культ медведя меня всегда интересовало. Это ж такой медведь, это такое человеческое альтер-эго, да, это он посредник между богами и людьми, он ходит на двух лапах. Там очень много контекстов, очень на самом деле много уровней в этой коллекции. Расшифровывать можно. Да, да, ее можно просто на эмоциональном уровне воспринимать, но на самом деле там как бы очень много каких-то таких моментов. Ну, давайте, если говорим о мишках, давайте о мышке поговорим. А мышка уже теперь, кстати, вот и не мышка, она уже Машка. Машка? Она уже Машка. То есть мы говорим о кошке, расскажите эту историю. Мышка, это, я надеюсь, моя мама меня сейчас, кстати, смотрит. Это кошка по имени мышка, да. Поскольку весна у нас выдалась, вы сами знаете, какая, когда мы все сели по домам. И не хватало очень всем и общения, и нам с сестрой очень не хватало общения с нашими родителями, с нашей мамой. Мы еще до этого все как-то так озаботились, мысль, что хорошо бы нам кошку завести для мамы. Потому что всю жизнь у нас были коты и кошки, а вот сейчас настал момент, когда никого уже и не было. Хотя мама отказывалась категорически, уже она как бы устала и физически, и морально. Но мы с сестрой волевым решением все-таки стали искать эту кошку. И, конечно, я всегда за то, чтобы взять из приюта или вот какую-то, которая тебе… Спасти кого-то. Которая откуда-то она к тебе вот сама вдруг упала, да. Потому что вот эти живые существа, они появились на свет, и вот кому-то о них надо заботиться. Конечно, наверное, карантин весенний не самое лучшее было время по походам, по приютам, но мы несколько все-таки совершили таких вылазок. Это было очень непросто эмоционально, потому что очень, конечно, это действует. И не сразу, но вот мышку выбрали, да, зашли в одну комнату, и она прям к нам пошла. А сейчас прячется от меня. Это было прямо перед Пасхой, я считаю, что она у нас такая пасхальный зайчик такой. Да, да. Я сначала взяла ее себе, первые 10 дней я жила с ней как в качестве карантина, тоже надо было ее там подлечить от того, от всего. Потом уже торжественно передали маме, и ну и сейчас уже у них. Мама была рада. Она сначала совсем не была рада, но радуется все равно сейчас. Каждый день переименовала ее, сказала мышка, ну что это за имя Машка, теперь она у нас Машка. Ну теперь смотрите, Машка и Медведи. Это тоже бренд какой-то новый, да, такой совместный получается, Машка и Медведи. Машка выросла. А как вы подходите к работе над обручальными кольцами? Вот, да. Я всегда считаю, что это огромная честь сделать обручальные кольца. Знаете, иногда даже вот как-то в профессиональной нашей среде проскальзывает такое, что типа, ой, ну это там обручальные дела, как бы не какое-то там, не знаю, высокое искусство, вот все в рано или поздно обручальные кольца. Ну как-то так это, как-то так, даже неуважительно. А мне кажется, это такая честь вот в такой момент важный для людей оказаться рядом и что-то для них такое значимое сделать. Свою энергию как-то вложить, да? Конечно, и у нас есть специальные фразы для вручальных колец, конечно, там и про любовь, и не то, ну как бы все про любовь, но они разного такого подхода. Например, есть фраза «Где ты, там и я». Это же на самом деле в Древнем Риме это при обручении в такую фразу произносили, да, «Где ты, Гай, там и я». Гая, очень-очень люблю. Аня, а сейчас вот как, по вашим наблюдениям, меньше стало свадеб? Больше так же? Знаете, иногда, когда мне кажется, что по знакомым или даже по себе я вижу, что что-то свадеб происходит. Наоборот. Как-то вроде никто не женится. На самом деле вот как-то среди знакомых никто не женится. Но с другой стороны, я понимаю, а нет, ну обручальные кольца же у нас заказывают, значит женятся. Так что есть, есть, да. Все продолжается. Продолжается, несмотря ни на что. Аня, а если бы вам предложили выбрать какой-то исторический персонаж из любой эпохи, которую вы там изучали, или как вы приступаете, который бы вам хотелось вот как-то украсить, декорировать стилистическими, то… Какой-то человек. Ну да, героя из любой эпохи, героиню, допустим. Женщина, которая бы вас каким-то образом вдохновила, для которой хотелось бы сделать украшение. Ой, я так, знаете, отношусь трепетно к прошлым эпохам, что мне кажется, что вот там уже все хорошо сделано. Все, что в прошлом, оно уже так вот, как оно выстроилось, так оно идеально и есть. Но надо же как-то ответить на вашу вопрос. Нефертити. Ну что вы к ней нефертити? Это она уже, так сказать, своим светом. Она Ахматова. Она Ахматова, на самом деле, вот с удовольствием. Были ли у нее серьги? Надо будет присмотреться. Ну вот можно что-то такое… Ну, кольцо. Мне кажется, ей серьги бы к профилю подошли. Ну, в общем, у нас озадачили. Да, озадачили. Есть подумать. Есть о чем подумать. У нефертити точно нет. Там уж все было. Ну да, идеально. А вот что касается философии колец, вот вы властительница колец у нас, получается, это же необычная форма, ну, в смысле, обычная привычная форма, но она очень многозначная. То есть в кольце заключается какой-то вот смысл философский? Кольце, кольцо – это на самом деле защита. Это самый вот его такой простой, это смысл, круг, который защищает тебя. Поэтому я, например, не делаю никогда открытые кольца. Мне кажется, что это какое-то не кольцо. Оно разъятое, оно тебя не защищает до конца. Хотя считается, что это, ну, можно размер регулировать и всё такое. Нет, кольцо должно быть замкнутым. Это вечная форма, круг, хотя не только круглые делаю кольца уже, и квадратные, и шестиугольные, каких у нас там только нет этих колец, но круг – это классика. В кольце заключается смысл, а в нашей программе и вот смысл этого часа, который вы с нами проводите, это мы хотим привлечь ваше внимание к помощи двухлетнему малышу Эрнесту Шликайтису, которому сейчас нужно оплатить комплексное лечение в Риге. Семья живёт в Эдсумнике, в семье четверо детей. Ещё такой момент, вот когда мама нам рассказывала все свои эти хождения по мукам, в какой-то момент она даже так вот, у неё слёзы появились на глазах, и она сказала, знаете, такие были, такой сложный был период, вот их четверо, да, их надо накормить, одеть, ещё старшая девочка ходит там в Эдсумниках в музыкальную школу, и, говорит, были по несколько дней, когда, например, мы с мужем конкретно голодали, просто, ну вот всё, что было, вот, а для того, чтобы быть гарантированно уверенной, что вот этот малыш получит ту терапию, то лечение, которое ему нужно, а это нужно делать комплексно, беспрерывно, вот мы и просим помощи для этой семьи. И наш телефон 9-3-0-6-3-8-4, один звоночек, это евро-42. И главное, что эти все занятия, они помогают, то есть результаты очевидны. Да, мы видели этого мальчика, вот, в принципе… Мальчик, который не ходил, вообще ничего не мог, но сейчас он бегает и улыбается, и очень обаятельный ребёнок. И интересно, что шестилетний братик, он им гордится. У нас на сайте есть фотография, как он к нему прижимается, обнимает, потому что он говорит, он у нас не такой, как все, он особенный, вот этот шестилетний. А этот Эрнест двухлетний, он обожает этого маленького семимесячного, тоже всё время его тискает, прижимается, целует, обнимает. Очень хорошая, добрая семья. Да, очень красивая семья. Очень надеюсь, что соберутся средства для спросения Эрнест. 9306384. Целую неделю можно звонить. Спасибо, дорогая Анна, потому что наша программа подошла к концу, мы ещё успеем… Только начали. Только начали. Мы ещё успеем задать коварный вопрос, всё-таки спасёт ли красота, может ли красота что-то спасти, скажем, «Ну не мир, ну что там?» Вы знаете, я по поводу этой фразы недавно слышала интересную мысль, которую я позволю себе процитировать, она мне очень понравилась, что на самом деле, да, Достоевский не прав, красота мир не спасёт, что тут ошибка со временем, она не когда-то спасёт будущее, она его спасает каждый день, каждый час, это всё происходит сейчас, то есть это всё время в настоящем, это фраза про настоящее, потому что… То есть когда мы что-то красивое создаём, да, вот пусть это будут кольца, картины, мысли. Конечно, это же просто отражение смысла жизни, да. И слова. Слова, которые на кольцах. Да, верба, как называется ваш бренд, верба, да, то есть это слова и есть. Самые лучшие добрые слова спасают. У нас есть такая фраза на медведях, кстати, «Любовь и забота воодушевляют и придаёт людям силы». И уже мы её как-то так много писали на медвежьих кольцах, что я уже привыкла к ней, знаете, забываешь откуда. А тут открыла Томик Цицерона дома. Ах, боже, это же Цицерон. О, как, спасибо Цицерону. Спасибо. Слушайте, любовь и забота воодушевляют. Так интересно с вами было разговаривать весь этот час. Мы ещё вас позовём. Хорошо? Всегда с удовольствием. У нас не успели очень много. Слушателям со своей стороны напоминаю, что мы сегодня спасаем Эрнеста. Можно участвовать всю неделю и сейчас. Телефон девушки называли неоднократно. 9306384. А банковские реквизиты для перечисления пожертвований можно найти на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». Вот там публикация про Эрнеста, фотографии, подробная история и банковские реквизиты. Счёт помощи открыт в благотворительном фонде BeOpen. Спасибо всем. Хорошего вечера и хорошей недели. Спасибо, что позвали. Спасибо слушателям. Спасибо за вашу прекрасную, благородную передачу, которая делает такое важное дело. И спасибо всем, кто звонил. Всего доброго, до следующего вторника. И будет ещё звонить. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радиоболтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента.